Времена и эпохи 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 В Пхенчхане Провели юбилейную конференцию Объединившую представителей российских школ, компаний и общественных деятелей Южной Кореи Мероприятие прошло под эгидой Координационного совета организации российских соотечественников Его участники поделились опытом и обсудили проблемы, связанные с сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти воспитаний подрастающего поколения Времена и эпохи Времена и эпохи Создали образовательные центры, русские школы и детские сады Проводят фестивали культуры, отмечают российские праздники, в числе которых особое место занимает День Победы Практически все эти мероприятия рассчитаны на участие детей и молодежного крыла Координационного совета, который вносит значительный вклад в объединение соотечественников в Корее В этом году в члены Координационного совета вошли 20 организаций Его председателем была переизбрана Наталья Гулина, директор лицея имени Михаила Ломоносова Она отметила, что вызовы пандемии, СВО, антироссийские санкции и другие трудности стимулировали организации соотечественников развивать онлайн-сотрудничество, а также активнее работать на местах Надеемся на то, что КСОРС соотечественников в Южной Корее поддержит наши проекты, а также будет продолжать совместную активную деятельность с нами, направленную на улучшение качества образования и просвещения как в Российской Федерации, так и за ее пределами Координационный совет организации российских соотечественников работает над созданием в стране проживания атмосферы доброжелательности, положительного образа России и русскоязычного сообщества, помогает в изучении русского языка Также в настоящее время Координационный совет пытается решить проблему с лишением корейского гражданства у детей из русско-корейских семей Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира» В столице Буркина-Фасо, западно-африканском городе Уагадугу, завершилась выставка под названием «Лица России» На протяжении нескольких недель жители и гости культурного центра страны могли посетить русский дом и увидеть завораживающие снимки природного наследия России, познакомиться с ее лицами и уникальными местами Выставка была организована русским домом в Буркина-Фасо совместно с Русским географическим обществом Посетители с интересом рассматривали фотографии, задавали вопросы и оставляли письменные отзывы о богатстве русской культуры По словам премьер-министра страны Аполинера Йоахима, эта выставка свидетельствует об укреплении взаимодействия двух столиц – Уагадугу и Москвы В Музее Победы с размахом прошел детский исторический форум «Маршал Жуков» В течение трех дней более 300 школьников и педагогов из 32 регионов России и Беларуси принимали участие в просветительской и образовательной программе По итогам работы команды подготовили 10 проектов, посвященных Маршалу Победы Для участников форума провели экскурсии и квесты по экспозициям Музея Победы и его филиалов, в том числе Музея Георгия Жукова в Калужской области Также школьники приняли участие в панельных дискуссиях и мастер-классах от экспертов в области музейного дела, истории и образования Почетными гостями форума стали ветераны Великой Отечественной войны, герои России и потомки маршалов Советского Союза Мы обязательно будем вместе с вами готовить эти проекты к жизни, реализовывать их, особенно в канун 80-летия Великой Победы в следующем году Так что можете рассчитывать на Музей Победы Надеемся, что в вашем лице вы приобрели надежных, верных друзей, соратников И очень бы хотелось, чтобы вы не теряли связь с Музеем Победы Юные участники форума объединились в команды и под руководством наставников разработали проекты, посвященные маршалу Победы Уже в следующем учебном году они будут представлены на региональных площадках Это мероприятия разного формата, от конкурсов до историко-патриотических лекториев и фестивалей Лучшим проектом, по мнению экспертного жюри, признан Всероссийский фестиваль «Мой герой» маршал Жуков Больше всего мне запомнилось создание проектов с ребятами Когда мы вместе работали в команде, меня выбрали капитаном Мне понравился сам процесс создания, потом его защита Мне понравился мой коллектив У нас достаточно сплоченная команда, прекрасная вожатая И также мне запомнилось открытие Там выступал просто потрясающе выступал хор ребят Аж до мурашек по коже На завершающей церемонии форума родственники маршала Жукова Передали на временное хранение в школьные музеи команды Победителя Семейные реликвии, связанные с Георгием Константиновичем Впервые раритеты прославленного военачальника из его семейного архива Будут экспонироваться в музеях образовательных учреждений Каждый месяц коллекция будет передаваться в один из регионов Откуда приехали участники команды Победителя Альбика Ильясова, Николай Илюхин Специально для программы «Время русского мира» Кинокомпания «Родина» продолжает работу над документальным фильмом «Сцена на передовой» Создатели картины поделились с нами комментарием российского историка Александра Кибовского Активно работающего на территории Донбасса и Новороссии Он рассказал о специфике съемочного процесса и выступлениях артистов на передовой Создатели киноленты хотят показать зрителю, как талантливые артисты выступают в Донецке, Луганске, Харькове, Крыму Отдавая свой голос армии Как каждый из них вносит существенный вклад в формирование патриотического духа в обществе И в первую очередь оказывает моральную поддержку тем, кто защищает Россию с оружием в руках Какая, насколько разная аудитория везде, где мы были и в медсанбате, и в госпитале, и у врачей гражданских, и в воинских частях, которые вот они Те, кто там недавно на фронте, и те, кто на фронте давно И вы же видите, как зависит от аудитории, что с каждым коллективом те артисты, которые приехали, и те, которые там Причем вы видели тоже очень хороший симбиоз, как это бывает, когда фронтовая бригада, то есть наши парни, которые там на постоянной основе Мобилизованные и добровольцы, с одной стороны, и артисты Театра Российской Армии, известные, популярные, которые, как они моментально делают, моментально меняют программу Из-за того, где они будут выступать Александр Кибовский является специальным представителем мэрии Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами Российской Федерации Многие годы он возглавлял Московский департамент культуры Ну, они сегодня считают, что да, они такая же часть нашего народа, и они там находятся своим личным примером Уже не первый там уже год, показывая, что народ и армия едины, в том числе и в этом направлении, в этой части наших граждан Напомним, документальный фильм «Сцена на передовой» создается при поддержке президентского фонда культурных инициатив Проект также поддерживает Министерство обороны Российской Федерации На этом наш выпуск завершен Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами Об этом поможет бесплатная подписка на электронную версию журнала русскимир.ру Заходите на сайт русмир.медиа и скачивайте свежий выпуск В этом номере вы узнаете о первой русской женщине-дипломате Путешествии цесаревича Александра по России, музеи, тульские самовары и многом другом Всего вам доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok